Привет-привет! Меня зовут Мустафина Ирина и сегодня у нас выходит расклад на ноябрь месяц для рыб. Делать я его буду на двух колодах Таро. Возьмем по три подсказочки вам на ноябрь. Это универсальный ключ и зеркало судьбы. Давайте посмотрим, что вам принесет ноябрь. И пока я готовлю колоду, хочу вам выразить благодарность свою за ваши лайки, подписки, за ваши душевные комментарии о том, как вы благодарны, как проигрываются у вас расклады, за ваши донаты. Вы очень помогаете в продвижении этого канала, и поэтому я стараюсь для вас выкладывать как можно больше прогнозов и раскладов. Итак, колода готова, и мы смотрим, что же для рыб пронесет этот ноябрь. Башня. Башня говорит о переменах, о переменах в судьбе. То, что было старое и, возможно, долго строилось, уже не работает. И вам нужно переместить свой фокус на что-то новое, выстроить на руинах новый дом, новый сад прорастить. Всё, что требует перемен, пришло время решать. Будьте более решительны и помните, всё, что не происходит в нашей жизни, всё к лучшему. Как говорится, не было бы несчастья, вернее, не было бы счастья, да несчастье помогло. Порой, когда у нас встречаются какие-то перемены, мы сокрушаемся, а пройдя какое-то время, мы понимаем, что всё было к лучшему. И у нас появилась лучшая работа, лучший партнёр, лучший доход, ну и вообще все жизненные перипетии всегда к лучшему. Смотрим ещё одну карту, и это «Десятка мечей». Действительно, на чём-то придётся поставить точку. На том, что не работает то, что уже и так начало разрушаться не в ноябре, а задолго до этого. Отношения, которые не работают, содружество, которое не соответствует вашим интересам, работа, которая перестала вас радовать. Поставьте точку и идите дальше. У вас хватит на это сил. Смотрим, что ещё вам хотят сказать карты. Да, действуйте, действуйте в новом направлении. Это рыцарь жезлов. Она говорит о скорости и о том, что у вас уже и так зародились мысли к новой жизни. И вы готовы сесть на этого коня и помчаться к своим новым планам, мечтам и стремлениям. И главное, что у вас на этом пути есть поддержка. Главное, не сидеть на месте, найти тех людей, которые готовы вас поддержать в ваших новых начинаниях. И действуйте. Давайте смотреть ещё одну колоду. Что она приготовила для вас? Какие подсказки? Умеренность. Умеренность говорит о том, что несмотря на ваши быстрые планы и стремления, и продвижения, вам нужно найти баланс внутри себя. Вам нужно понять, что всё, что входит в вашу жизнь, те события, те люди, всё, что происходит, оно идёт так, как задумано Вселенной. Всё идёт по плану и складывается наилучшим образом для вас. Поэтому не надо торопить события. Позвольте Вселенной поспособствовать вашим изменениям в жизни. И просто наблюдайте и вовремя реагируйте на те события, которые происходят. Давайте посмотрим ещё одну подсказочку. Девятка чаш. Девятка чаш – это исполнение мечты. Если вы не будете бежать впереди планеты всей и будете планомерно выстраивать свою жизнь, то вы обретёте счастье. И уже в середине ноября первые росточки и первые желания начнут осуществляться. Вы будете довольны этой жизнью и наполнены изнутри вот этим счастьем и тем, что всё идёт так, как надо. Всё идёт так, как вы хотели. Сила. И у вас хватит сил для того, чтобы довести начатое до конца. Смотрите, как у вас начинается месяц. Активно, да, на чём-то ставите точку, решаете какие-то задачи, выполнив новых планов и идей. И потом вы как будто бы приходите в дзен, да, вы говорите, окей, я всё сделала или всё сделал, и теперь я просто доверяю Вселенной. И ваши желания начинают осуществляться. К вам приходят ваши победы, ваши мечты. И вы сильны, как никогда. Ну а я с вами не прощаюсь. Делитесь в комментариях, как у вас проиграется расклад. И увидимся в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова